Мне не всё равно, им всё равно. И я такая себе, нет, говорю. Мне так сложно отказаться. Блин, ну если я 2-3 штучки в день съем, ничего страшного. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И сегодня я, да, уже такая обновлённая, с новой причесочкой. Честно говоря, кайфую целый день. Сегодня будет у нас такое домашнее видео. Мама подала мне идею, на самом деле, снять для вас видео, что я не ем, что я хочу отдать или выбросить. И она говорит, вот давай я у тебя всё заберу. Что-то она поест, что-то она угостит кого-нибудь, потому что реально много у меня продуктов, которые я не ем, они лежат уже. И, конечно же, я уже их, скорее всего, и не буду есть. И ребёнок у меня такой я ещё не ест. И я его буду, наверное, приучать уже к какому-то правильному питанию. Больше есть каких-то полезных вещей, да. Ну, в общем, продукты есть, и я их ела. И, в принципе, наверное, они сейчас будут кому-то очень даже кстати. Итак, что я отдаю? Сейчас я вам покажу. Значит, первое, давайте начнём с сиропов. Я, как вы помните, совсем недавно набрала вообще очень много сиропов. У меня вот такие три бутылки огромные. И все они полные. А те сиропы, которые я там до этого покупала, они у меня вообще там вот столечко осталось. Вот, наверное, я их ещё оставлю, вот те, которые вот столечко, да. Уже их нет смысла кому-то отдавать там на донышке. Возможно, я их ещё нет-нет использую. Хотя ко мне приходят гости, кстати, с сиропами. Вот, да. Но у меня нет уже обычного молока. Ко мне приходят гости, и приходится им делать... И приходится им делать латте из моего дорогого молока, который стоит в три или в два с половиной раза дороже. Вот. А им всё равно, да. Мне не всё равно, а им всё равно. Вообще, я хочу, чтобы у меня всегда было молоко обычное, да. И какой-то из сиропов я оставлю чисто для гостей, чтобы делать вот им самый вкусный сироп, на мой взгляд, там миндальный, да. И я вот оставлю миндальный сироп. Остальные я все раздам. Что-то отдам своему брату. Они там любят что-то делать, да. Ну, в общем, разберусь. Сиропы отдаю. Также я покупала в магазине... Что-то я покупала в фикс-прайсе. Гост, вот, сливки сгущенные. Кстати, они очень нравились. Леночки мои. Ну, блин, Лен, я до тебя просто их не довезу. Почти полная банка. И сгущенка вот карамельная. Тоже, как бы, я не ем. Я всё, на самом деле, сейчас отдам маме. Вот. Моя мама любит там чай гонять со своей соседкой. В общем, они там всё это поедят. И там и дети есть. Поэтому я думаю, что им прикольно будет всё это поесть. Они это едят, как бы. И это они покупают. Поэтому я это не ем. Поэтому я это отдам. Да, сгущенка – это много сахара. Сливки – это много сахара. Сахар я не ем. Если я ем сахар, то это фруктоза в минимальнейших количествах. В минимальнейших. Это, например, как в доктор Кёрнер хлебцы, да. Они на фруктозе. Но там просто настолько мало, что считаешь, что ты без сахара, да. А так везде сахарозаменители. Везде стевия. Ну и вот подошли мы к сахару и пряности. Тоже я брала. Блин, такая вкусняшка, на самом деле. С цедрой апельсина, корицей, бадьяном, кардамоном. Это вообще можно для всяких лимонадов, для чая, для кофе, для выпечки. Он очень вкусно пахнет. Состав. Внимание. Сахар белый. Ну и всё. Сахар белый. Ну, здесь ещё сахар белый, корица, имбирь, цедра, апельсина, кардамон, перец душистый, бадьян, гвоздика. Всё супер-пупер. Но сахар белый. Как бы я его не ем. Я ещё подумываю, может быть, оставить это вот реально, если что-то приготовить. Но опять же, я что-то готовлю, я же тоже должна всё это есть. Поэтому, скорее всего, вот выпечка, это туда, к маме отдам. Пусть они там пекут с соседкой вкусняшки какие-нибудь. Отдам. Так жалко, так жалко. Прикольная штука. Из таких вот вкусняшек ещё я покупала вот такой вот кремовый мёд с малиной. Мёд я тоже не ем. Но мёд, потому что это тоже чистейший сахар. Из-за него можно конкретно поправляться. У меня ещё там есть мёд классический. Совсем недавно его брала. И вот, кстати, жалко, честно говоря, жалко отдавать. Потому что мёд я люблю, когда ты заболеешь. Мёд-лимончик, да, вот такой вот всё. Мёд, он-то не пропадает, в принципе, да. Ну, вот это вот я уже как бы давно покупала. И как-то не ем, не ем. Пусть мама может там поесть. Хотя мама тоже сейчас на ПП собирается потихоньку подходить. Но я это ей отдам. А вот тот мёд, который остался, я его оставлю, потому что пусть он и засахарится. В конце концов, изредка там можно будет какие-то там, да, вещи. Если я там в месяц, раз в месяц позволю, когда болею, позволю себе там мёд с лимончиком. Я думаю, что ничего страшного. Более того, у меня сейчас такая идёт активная сушка, да, я реально не ем фрукты, не ем никакую луктозу, фруктозу в плане фрукты, молоко, картофель не ем. То есть у меня очень ограниченный сейчас рацион, да, пока я не дойду до своей цели. Ещё сейчас перестала заниматься, немного вес встал на место, да, ну, то есть вот 57 килограмм я вешу и не падает он. Мне нужно скинуть ещё 2 килограмма как минимум, как минимум. Я должна заниматься, но я просто сейчас бегаю, делаю дела, и всё, уже конец дня, и я просто выматываюсь и не занимаюсь. Вот, но я обязательно займусь. У меня все тренировочки есть классные, крутые. Короче, вот такой кремовый мёд с малиной я тоже отдаю. Также я отдаю вот эти вот все соусы, потому что соусы я заменяю, я покупаю фирмы низкокалорийный, Zero называется. У меня есть чесночный соус и кетчуп, отличные вообще соусы, и там как бы всё есть, да, то есть вот это мне не нужно, это я всё отдам маме тоже. Ну, здесь тоже сахар, например, вот здесь сахар, соль, уксус, да, сахар, содержание. Томатную пасту лучше без сахара покупать, вот мне так, да. Вообще это вредно, даже если ты и сахар ешь, да, говорят, вот, поэтому я всё это отдам. Так, вот такие печеньки из фикс прайса тоже я брала, итальянские, помните, мои любимые, тут осталось немножко, но всё, я их уже не ем, потому что да, здесь же сахар, здесь же сахар, поэтому я это отдам, мам съест. По своей ошибке я купила вот такую арахисовую пасту, представляете, на сушке была арахисовая, думаю, ой, какая вкусная арахисовая паста можно. Потом позвонила Алёне, написала, показала, и она говорит, блин, нет, нужна паста, просто паста без всяких добавлений. И скинула мне пасту, которую мне можно, там, с обезьянкой такая, то есть там чисто арахисовый орех и всё, без всяких добавлений. Ну, я прочитала, что да, здесь в составе есть сахар, поэтому она говорит, тебе так было вкусненько. Короче, вот эту арахисовую пасту, она очень вкусная, я тоже отдам, маме. Так, дальше, что я тоже отдаю, вот такой хот-шоколад, я тоже покупала в фикс-прайсе, очень вкусненький напиток. Причём, по-моему, вот этот хот-шоколад мне понравился больше, чем какао-напиток. Он более такой сладкий, насыщенный, ну, видимо, здесь побольше сахара. Вот, классный напиток, но сахар я не ем. Дальше, вот такие вкусняшки, клубника и банан. Ну, вообще-то моя племянница забыла, я ей покупала, она забыла это забрать. Здесь такие сердечки, бананово-клубничные, очень вкусные, но это для деток. Так, дальше, конфеты в фикс-прайсе я покупала ручной работы, классные конфетки, вкусные, сладкие, но сахар, сахар, сахар. Вот они у меня ещё здесь лежат, короче. А, нет, а здесь лежат, это тётя Таня мне, мама Кристина, отдавала конфетки, делилась. Но тоже они очень сахарные, они действительно вкусные, но сахарные, поэтому это всё девочкам отдам, ну, в плане моей маме с её там подругами. И ещё то, что я уже не буду есть, здесь у меня забыла, как называется. Ну, это, вот эта восточная вкусняшка такая. Обычно у меня вот это вот, как вы знаете, кругляшок есть такой красивый, да, я открываю, и там много конфеток и всего такого. И я туда высыпаю по чуть-чуть, вот. Вот, и, как бы, у меня вот здесь она лежит, в ящике, да, я по чуть-чуть беру и, как бы, досыпаю на стол, нужно сказать. Ну, вот, как бы, она стоит, и она, конечно же, пропадёт, потому что сейчас я это не ем. Оно посыпано сахаром вроде, а я даже до конца и не знаю состав вообще, это что такое? Ну, тут всё в сахарной пудре. Не, или это не пудра, или это мука. А из чего делаются? Я забыла, как они называются, вот эти восточные. Представляете, вот бывает, вылепят у меня вот так вот из головы, и всё. Ну, короче, они тоже очень сладкие, и я думаю, что мне их нельзя. В общем, я сдам это всё делать. Так, вроде бы я всё показала. Ещё я вам скажу, у меня остались чипсы. Чипсы из печи, вот. Картошку мне сейчас нельзя, но печёная, получается, без масла, можно сейчас лыть, сделаю это вот из печи. Но я их сейчас не ем, опять же, у меня лежат. Мне кажется, у чипсов тоже срока годности нет, особо если его в пакетик положить, да, чтобы оно там влагой не напиталось. То можно оставить, и как-то я думаю, когда я вот свой вес приду уже в 55, то я могу чуть-чуть, нет-нет, погрызть. У меня, честно, честно говоря, сейчас нет какого-то такого ажиотажа, что мне очень хочется сладкого, и я такая себе, нет, говорю, и прям терплю, и прям у меня какая-то диета. Нет, у меня вот уже пошёл второй месяц, уже полтора месяца я питаюсь так, очень ограниченно, да, и мне достаточно комфортно. Мне нравится пить, вот сейчас я изучаю всё это молоко растительное, и мне очень нравится кокос, банан, это просто номер один. Сейчас миндальное открыла, мне не очень нравится, овсяное, по-моему, я пробовала до этого, как-то не зашло. Но вот кокос и банан, это вообще супер-пупер. А, и соевое могу ещё, да, соевое тоже вкусно. Это молоко, которое мне нравится, то есть молоко, молочку, творог, никакие кефиры, йогурты, особенно вот эти йогурты сладкие, там очень много сахара. И я думаю, что, честно говоря, я ничего особенного не ела, но что касается вот одного сиропа, просто утром, представляете, да, сколько сиропа я добавляю, два кофе выпиваю, сиропы раз. А потом, ну, в молоке, да, я много молока пью, то есть если я два кофе пью, то есть я два стакана молока утром я пью стабильно, да. Это лактоза, это тоже сахар, я так правильно поняла, да, лактоза, фруктоза, это тот же сахар, только вот по-разному усваиваю. Если всё правильно понимаю, могу сейчас купить, на самом деле, верхушки хватаю, как бы непрофессионал, но мне кажется, я так и запомнила, вот так оно правильно. Вот, если нет, то поправьте меня. Хлеб нет, нет, бутербродики, да, я всё время ела, мучное тоже постоянно, что-то ещё, сахар какой-то, в чём-то ещё много сахара, и я вот это вот ела. Вечерком чай я любила пить с вареньем, то есть какое-то варенье добавлять или ещё что-то. Сейчас я всё это заменила на джемы вкусные всякие, классные, да, они тоже идут без сахара и такие полезные. На самом деле, я ем очень много сладкого, но только оно уже полезное, без сахара и совершенно на мою фигуру как бы не влияет. Это очень хорошо. И, ну, как бы батончики, это само собой протеиновые батончики, да, а вот что касается вафли протеиновые, вообще печеньки чукопай, офигеть. Протеиновые, понимаете, всё это без сахара. И сейчас я заказала ещё там суфле какие-то, блин, как это красиво выглядит, я буду первый раз сегодня пробовать. Прям в дорогу хочу с собой взять, много всего, там 12 вкусов, вот. И я, короче, тоже все взяла, и мне кажется, просто, мне даже ничего не хочется, если честно. Единственное, что я скучаю за картошечкой иногда, у меня мыслишка, да, обжареные картошечки. Ну да, я сейчас и не жареная, ничего такое не ем, вот. Из мяса я, по-моему, даже говядину могу есть, но я её не ем. У меня в основном индейка и рыба, лосось. Ну и овощи какие-то, да, за фруктиками скучаю, вот ещё за фруктами. Ну фрукты это фруктоза, как бы тоже сахар, сейчас тоже нельзя. Вообще, по идее, по-хорошему надо заниматься сейчас плотненько, да, чтобы калории больше я тратила, чем потребляла. Получается, что я примерно сколько потребляю, столько и трачу, и поэтому мой вес стоит на месте. Но при этом я чувствую себя легко, комфортно, классно, у меня куча энергии всякой, потому что я ем утром кашки. В этом смысле всё замечательно. В общем, ладно, буду узнавать дальше, подписывайтесь на мой инстаграм, в инстаграме я вот эти все вкусняшки, которые я покупаю, я их всегда показываю, говорю, где купила. Также на Азоне я заказываю, в общем, всё вместе. Ну, в общем, вот это всё я отдаю, немножко избавлюсь. Какие-то вкусняшки всё-таки я ещё оставила, именно вот такие, как чипсы, например, или там арахис, сахари. Мне так сложно отказаться, честно говоря, я не ем это сейчас, но мне сложно это отдать. Я же только купила, я ничего ещё не ела. И поэтому я думаю, ну блин, ну если я 2-3 штучки в день съем, ничего страшного. Так что пусть лежит, там тоже срока годности, по-моему, нет. Ну, а это всё отдаю. Всё, мои хорошие, пишите комментарии, если есть вопросы, задавайте тоже в комментариях. Я с вами прощаюсь, вашлю-вашлю-вашлю. Люблю вас, целую, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok